Доброе утро, Бокертов! Этот материал будет полезен тем, кто изучает практический иврит, то есть иврит для практического общения. И также для тех, кто вообще не предполагает изучение иврита, но, например, перед поездкой в Израиль он хочет какие-то базовые слова выучить, чтобы облегчить свое пребывание в стране. И я подобрал 6 обязательных мини-диалогов, которые очень помогут вам в практических ситуациях. Я также рекомендую вам приобрести иврит русский, русско-евритский доступный словарь и разговорник, который называется «Русско-евритский друг человека». Это книги, которые я высылаю по почте, печатные издания. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, видите на экране. Итак, представим себе ситуацию. Мы находимся в самолете, вокруг нас ивритаязычные люди. И когда мы пребываем в самолете, то мы даже часто и не здороваемся с людьми, которые вокруг нас, не прощаемся с этими людьми. Мы не знаем, кто это, и мы не вступаем с ними ни в какое общение. Но при этом, скорее всего, во время полета, либо мы, либо те, кто возле нас, мы вообще друг друга потревожим. Потому что кто-то захочет, например, достать что-то с багажной полки. Или нужно будет встать для того, чтобы предоставить ему возможность выйти для чего-то. То есть, в любом случае у нас будут какие-то контакты. И нам нужны базовые слова, фразы, которые нам помогут. Основное слово в этих ситуациях, это слово «слиха» на иврите. На русском языке «извинение» или «прощение». По смыслу «извините». Так же, как в русском языке, когда я хочу привлечь чье-то внимание, я могу сказать «извините», и меня поймут. То есть, я привлекаю внимание на иврите «слиха», и человек отвечает «кэн». «Кэн» – это «да». «Слиха» – «кэн». «Извините», «да». Как бы я к вашим услугам. Бывает ситуация, когда, ну, например, понятно по контексту, что мы хотим, чтобы человек встал, чтобы предоставил нам возможность выйти. И тогда мы можем использовать это же слово «слиха». По контексту оно может означать «разрешите», «позвольте», «слиха». Ему понятно, например, что я хочу пройти. И он мне может ответить «бэвакаша». «Бэвакаша», «пожалуйста», «слиха», «бэвакаша», «извините», «пожалуйста». Теперь это же слово мы сказали «извините», «слиха» на иврите. Оно и в буквальном смысле может быть использовано как извинение, прощение. То есть, когда мы, например, причинили какое-то неудобство нашему соседу, например, в самолете. Ну, например, наступили ему на ногу. И мы можем сказать ему «слиха». «Слиха», «извините», по смыслу «я сожалею». «Я извиняюсь». И он говорит «эйн бэайя». «Эйн бэайя» – это «нет проблемы». По смыслу как «нет проблем», «все нормально». Он может сказать «аколь бэсэдер». «Аколь» – это «все», «бэсэдер» в порядке. Получилось «все в порядке». По смыслу «все нормально», «нет проблем». Я забыл сказать, что вот эти «слиха» и все ответы, которые у нас есть, они вне зависимости от того, кому мы обращаемся, к мужчине, или к женщине, или к группе людей, все звучит одинаково. Я беру следующую ситуацию, когда мы понимаем, например, что с человеком что-то происходит странное. Мы видим, что, может, он плохо себя чувствует, может быть, еще какая-то у него проблема. И мы хотим спросить его «все в порядке», «аколь бэсэдер» – «все в порядке», «аколь бэсэдер». То есть я использую предыдущую фразу, только добавил вопросительную интонацию. «Аколь бэсэдер» – «все в порядке». Например, он говорит «кэн туда», «кэн» – это «да», «туда» – «спасибо». Можно просто сказать «кэн», можно сказать «кэн туда», «да», «спасибо». «Аколь бэсэдер» – «кэн туда». Или, например, он может ответить «аколь бэсэдер» той же фразой. «Аколь бэсэдер» – «все в порядке», «аколь бэсэдер» – «все в порядке». Или can, а коль бы седр. Да, все в порядке. Или, например, вариант ответа. Но, нет, общее отрицание. Ешбая, ешбая, это есть проблема. А коль бы седр, все в порядке. Но, ешбая, нет, есть проблема. Ну и дальше нам придется попытаться понять, о какой проблеме идет речь. Теперь вопрос, который можно использовать. Эфшар лазур, можно помочь. Эфшар можно, лазур, помочь, помогать. Эфшар лазур, можно помочь. И, например, ответ. Но туда, нет, спасибо. Или, может быть, ответ из тех слов, которые мы уже знаем. Кен туда, это будет да, спасибо. Эфшар лазур, кен туда. Да, спасибо. И, когда нам нужна помощь. По контексту. То есть, если мы в самолете, например, мы не можем достать до сумки, которая у нас находится на багажной полке. Или еще что-то. То есть, человек по контексту, он поймет, о чем идет речь. Не всегда мы должны буквально говорить, я прошу тебя, протянуть руку и передать мне, там, что-то. Правильно? То есть, человек понимает, о чем идет речь. И фраза, можно попросить помощь. На иврите будет звучать эфшар левакеш эзра. Эфшар, можно. Левакеш, попросить. Эзра, помощь. Эфшар левакеш эзра. И, например, уже из изученных слов мы можем построить ответ. Например, бевакеша, пожалуйста. Или кен, да. Или кен бевакеша, да, пожалуйста. Я очень надеюсь, что это было практично и несложно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Литраут. До свидания.